сегодня второй день нашего маршрута мы выходим из чебоксар самая такая новость непонятная это я позвонил сегодня утром на шлюз говорю ребят во сколько лучше подойти чтобы комфортно шлюз пройти мне говорят да мы не знаем у нас поломалась система автоматизации что-то там серверами случилось не за перегрелись наверное поэтому абсолютно не можем вам ответить на ваш вопрос вот совсем не знаем во сколько чего как это звоните может быть часов через пять-шесть тогда и поговорим но мы решили что через пять-шесть часов можно позвонить и также услышать ответ что и не знаем там как-нибудь это зайдите на недельки поэтому решили прийти в шлюз уже там заявиться ну и постоять подождать посмотреть чем это закончится вернуться я думаю мы всегда успеем но не хотелось бы хотелось бы сегодня в казани очутиться вот что значит повезло так повезло подходим заявляемся и говорят вот давайте ускоряйтесь а три яхты заходят шлюз я говорю так мы уже у этот подводного канала идем у вас здесь сейчас волну то гнать ингрид ну да да не пойдете на это рисование беру как скажете так долбанули глиссером вот это ли заходим за яхт очками в шлюз тимофея бегом перевешивают кранцы ну благо шлюзов я не знаю 350 у него уже в копилке есть поэтому это для него не сложно так что все заходим шлюз считаете прям транзитом прошли не задерживаясь ну Субтитры сделал DimaTorzok На подходе мы в Казань уже По дороге покупались, позагорали Впереди Казань Я думаю километров 15, наверное, 20 Наричной вокзал Казанский А мы заходим сейчас в Яхт-клуб Всем привет! Сегодня третий день нашего путешествия Мы выходим из Казани Яхт-клуб Локомотив Сегодня у нас 4 число Клуб усиленно готовится к выставке Заходят катера Располагаются все 5 числа, напоминаю, хотя вы будете смотреть, конечно, гораздо позже В Казани будет проходить выставка Сегодня Валерка вышел из Нижнего Новгорода Слава Богу Идет в Казань Обещал одним днем сюда дойти А мы выходим, идем в Ульяновск Вроде сегодня погода хорошая Штиль должен быть Ну, посмотрим Да, за те два года, которые мы не были в Локомотиве Очень сильно клуб разросся Много понтонов добавили Нам уже ставят домики такие Есть кафешка Ну, в принципе, становится более таким облагороженным и удобным Все, мы идем сейчас на заправку А потом пойдем в Ульяновск К нам 220 километров Надо сегодня пробежать Жара неимоверная Просто 34 Вот на заправку пришли за мной Что-то это 245-й встал Даже интересно Сейчас на заправке спрошу Что они залили-то Или такая заливалка медленная Либо они там заправляют тонну Потому что уже здесь 20 минут Кружимся Они все льют, льют, льют Интересно Дальше мы уже не ходили В прошлый раз, когда мы с Валерой заходили в Казань Мы Дошли до заправки, на которой сейчас направились И Пошли обратно Сейчас мы идем В Гамскрук Волнительно Новая песка 30 километров от Казани Сейчас мы сняли Через полный, такой мост Через полный такой мост Такой полный Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот оно, слияние двух великих рек Камы и Волги Для любителей подискутировать, пожалуйста Здесь можно порассуждать Кто в кого впадает Кама в Волгу Либо Волга в Каму Но тем не менее Две великих реки Вот здесь чуть-чуть-чуть дальше Сливаются в одну Это, конечно, непередаваемые впечатления Это надо видеть своими глазами Все, что я снимаю, все, что я рассказываю Все, что снимают другие люди Да, телевизор и компьютер Телефон не передаст Надо это увидеть Почувствовать Вот Как у нас Уже несколько раз видео было Только на Рыбинке Что есть разветвление Можно пойти Направо вниз по Волге Можно налево Вверх по Каме Вот она Развивочка Мы сейчас пойдем направо А слышите, что-то у меня пищит Знаете, что? Это Глубину показывает 26,5 И видите, мигает Колокольчик и якорь Это когда я настраивал На глубины Теретичные Нижнюю и верхнюю планку Что ниже там Полутора метров Он начинает въезжать И выше там 20 Глубже 25 25 метров Он начинает пищать Но я не думал, что Будет такое количество Глубин Больше 25 метров Здесь И вот он Идем Орет, что Ты не можешь на якорь встать Ты не можешь на якорь встать Не больно-то и хотелось Но все равно Уже надеемся, что закончится Думаю, так вот В ладугу пойдешь И он всю ладугу жужжать будет Надо его перенастроить Надо его перенастроить Подходим к Ульяновску Вон его уже там видно Осталось 30 километров до якорь-клуба Время сейчас у нас 20 минут 6 Ну я так понимаю Что где-то В шести мы должны Так отжигать Хотя Что-то думали Что в пяти будем Да? Ну вот Впереди на заправку сейчас И Ну при шмартуемся Должны ребят Бензин подвести Заправимся Наверное сразу Ну я имею ввиду Топливо Дизель И Пойдем пройдемся Валерка сказал Что проблемы С Самарой Может возникнуть Из-за того Что я клубов Вроде как много А встать Не получается Все занято Вот так что Надо сегодня Созваниваться И договариваться На завтра Чтоб сюрприз не было А то придешь куда И все И уйдешь Погода потрясающая Причем интересно Сегодня в течение дня По разному У тебя развели водоемы Вроде идешь Даже по узкому месту Волги Раздувают такие Прям Думаешь Ой мамочки Сейчас хоть выйдешь В большой водоем И будет там Тряска Расколбаска Выходим Как стекло Опять заходишь Куда-то Узкое То ли там как тунр То ли мы попадаем В какие-то Фронт воздушный Ну прям вот От Наверное Полуметра Может быть даже 0.6-0.7 Волны Дополнейшего Шкиля Прям вот Интересно А это вот Прям как я сейчас Вам сказал Буквально Прошло 10 минут После того Как мы шли Вот так Бомсарю На ручной Встают Прошло Наверное 0.6 Волна Вот так И Прямо Такие Плохо Потому что Периодически Нормально Так Попадаем Даже Вот 10 минут Разница Ну все Мы пришли В Ульяновск Слушайте Ну там прям Такой Расколбас был Не знаю Сейчас Подстихло Или нет Но Видимо Город Так Нас Решил Встретить Посмотрите Тут Как я Швартовался Заходил Конечно Между Двумя Столбами Я не знаю Какая тут Ширина Ну может Там Три с половиной Метра Вот И Ветер Дует Юрий Николаевич Вот Вы говорили Швартуйся Носом У меня Не дали носом Швартоваться Сказал Давай Давай Учись Швартоваться Кормой Так что Мы тут Напрягались Под ветер Вот А сейчас Все хорошо Подстихло Вот Сейчас Уже Помылись Ждем Когда придет Заправка Нам заправят 250 литров Я заказал Наверное Должно Мне Хватить Вот И Погоним А вот Заправка Пришла Кто как Проводит Время Да Тань Ты такая Загорелая Вообще Я не знаю Будет видно Или нет Но негр Просто А Тимофей Загорел С одной стороны Какой-то зеленый С другой Желтый Спасибо Пожалуйста Заправляемся Топливом Вот так вот Чтобы Шланг у нас Воду Не провисал Или там Некоторые Вяжут Восьмерку Тоже На Утку Я так Не люблю Потому что Если вдруг Что-то растянется Может Разорвать Кабель Поэтому Он с провисом Идет Надеюсь Нормально А я уже Сказал Что Время Или Не сказал Да Время Здесь На час Вперед То есть Мы подходили Я думал Мы будем В пять Я такой Раз Смотрю Думаю Что-то уже Шесть А потом Тимофей Сказал Говорит А тут Время Перещёлкнулось Вот там Вот Максим Включает Нам Бензин Пойду Сейчас схожу Посмотрю Нас Сейчас снимем Вы нас на канале Потом смотрите Всем привет Всем привет Вот так вот Познакомились с ребятами В Ульяновске Говорят Если хочешь Приходи к нам Самару Можешь Лодку поставить Свою на ночь Самаре Это недооцененный город В плане туризма Там вода чистая Не мы хотим Нас Там сказали Пиво хорошее Пиво Лучшее Вот Всё Идём Гуляем мы По городу Таня Решила Сходить Посмотреть Местные дворы Мы сейчас На улице Ленина Входим Недалеко От музея Владимира Ильича Такие Домики Интересные Причём Фасадная часть Этого дома Выглядит хуже Чем во дворе Там что-то Всё обвалилось Вся штукатурка Обвалилась Ну вот Такой вот Детский дворик Такая детская площадка Времён Наверное Моей Молодости И юности Вот Ну Хорошо Зато спокойный Городок Такой Сейчас Время По местному Девять часов Народу вообще На улице Нету Мы тут Почай Не гуляем И вот Сразу На контрасте Мы только что Вышли из этого Двора И смотрите Раз И вот такой Вот Деревянный Домик И причём Это тоже Исторический Дом Купчихи Жарковый 1866 Красота И посмотрите Вот это вот Одна из центральных улиц города Ужик Да-да-да Да Людей нет Вообще Почти Собаки Ходят О Татьяна Сергеевна Ты что там Подглядываешь Тебя послали Подслушивать А ты Подглядываешь Там красиво Очень Дворик Смотрите Интересно Как будто По тротуару Едут И сейчас Съезжают Ех Опять Оба Вообще Удивительно Улица Из обалденных домов Низ каменный Верх деревянный Здесь вообще полностью Деревянный А вот там вот Дорого Богато Всё каменное И удивляет Вообще Никого Даже машины Так ездят И Это видимо Для Москвы Просто нонсенс Поэтому и удивляет Всех Ух ты У нас Такие в Москве Ходили В 90-х Наверное Да Прикольно Так Такие Трамвайчики Класс Такое ощущение Что Ну не знаю Там На десятилетие Вернулся Очень такой Атмосферный Городок Ходишь Получаешь Удовольствие Какие наличники На окна Были разные Видите И такие И сякие И вот такие Вот И с красной Звездой Вообще Открытие Будет Музей Наличников Самых больших В стране О Фестиваль Окна Да Фестиваль Окна Это как Активационное Мероприятие Музея Вот это Вот наличники Со всех районов 44 Их будет В экспозиции И большой Активационный Фестиваль Ремесленная Ярмарка Стритфуд Большая Концертная Программа С хедлайнерами Этнофолк Современной Музыки Как бы Вот Целый день С 12 до 8 Суббота Будет очень круто А как часто Вы не делаете Как часто Ну вообще Раз в год Стандартно Какой-то формат Проходит Я автор проекта Если что То есть Ну вот Музей В историческом Квартале Самый большой Исторический Квартал Деревянной Застройки 18-20 века В России 44 гектара Поэтому было Как бы логично Наверное Наличники Собранные Со всего региона Экспонировать Здесь И вот Соответственно Крутой фестиваль Это все откроет Классно Сцена даже будет В виде большого наличника В той стране Поэтому Приходите Спасибо Нет Мы только сегодня Пришли в город Посмотрите Это вообще Конечно Сегодня улица Видимо Перекрыта Из-за того Что Готовится К празднику Наличников Вот И просто Вообще Народу Никого Мы тут Одни Машин Нету И мы Окунулись В тысяча Какие-то Восемьсот Семидесятые Года Тишина Вообще Ну там Ребята Что-то Сверлят Вот Но Ни шума Автомобилей Ничего Конечно Это Какой-то Космос Конечно Так вот Смотришь Такой Городовой В такой Потрясающей Форме Ходил С шашкой Не знаю Может кто-то скажет Это не шашка Сабля Не разбираюсь Вот Такие Так Архитектура Посмотрите Как было сделано Классно Это до сих пор Стоит Ну если только Убрать Вот эти вот Пластиковые окна Которые Поставлены Сейчас Новодел Все Кирпично Это Все сохранилось Обалдеть И опять Потрясающий Липовый запах Потому что Посмотрите Здесь в принципе Практически Все деревья Это липы Липовая аллея Практически 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 Практически